Здравствуйте, друзья! Я должен сообщить вам страшную, страшную новость. После 20 лет свободы от кошмарного ГУЛАГа Красная чума возвращается. Мы были недостаточно бдительны. Мы ослабили свой античумный, антикоммунистический иммунитет. Прописные истины нашей молодости. Перестройки. О свободном рынке. Свободной конкуренции. О признании не только равенства, но и в первую очередь первенства. Больше не являются идеалами. Дурсовка. Прогнивший коммунистический режим. Воскрес. Воскрес в молодых людях. Настолько наивных и невежественных. Что они даже не стесняются называть себя левыми. Левыми. И даже более того. Социалистами. И коммунистами. Ненависть к совку. К уравниловке. К принудиловке. Благородная ненависть. Такая ненависть, что даже интеллигентный человек, входивший в свою квартиру, которую его папенька-доцент получил в центре города, в эту совковую квартиру, испытывал приступы тошноты. Это благородная ненависть. Иррациональная. А от того благородная сменяется у сегодняшних леваков ничем не мотивированной классовой ненавистью. Они настолько глупы. Но это что глупы? Бесчеловечны. Ненавидя богатых людей, эффективных собственников, капиталистов. Неужели они не понимают благородной миссии этих людей? Ведь они создают для нас рабочие места, платят налоги и занимаются благотворительностью, филантропией. Вы скажете, что среди них много тех, кто заинтересован только в сверхдоходах, в сверхприбыли. Да, есть такие. Но ведь нельзя же, нельзя же ограничивать право человека жить богато и даже сверхбогато. Ведь ограничивать это право ограничивает свободу, свободу человека. У сегодняшней молодежи короткая, короткая историческая память. Все эти антикапиталистические протесты существовали всегда. Ничего нового тут нет. Свободу Анджели Дэвис, помните. Но эти люди забывают, что при социализме, при социализме, о котором они так любят рассуждать, его так критиковать было нельзя. А сегодня, при капитализме, критикуй, критикуй сколько хочешь. Ведь свободный рынок, свободный рынок, господа, это лучшее, что было придумано человеку. Ведь никто не станет спорить, что шелест денежных купюр заменяет автоматные очереди. И последнее. Чтобы вы поняли весь ужас, весь ужас современной ливизны из достоверных источников. Нам стало известно, что в своих левых организациях, грязных сквотиках и штабиках, прежде чем написать статью, выступить на конференции, прочитать лекцию или снять фильм, они встают в кружок, берутся за руки и поют и поют чудовищную кровавую песню. Сталин наш путь освещает, полпот ему помогает. Сталин наш путь освещает, полпот ему помогает. К стенке! К стенке! К стенке! Красные к мере ни разу не просвучало. А, да. Ну, видишь, ты полпотал голова и красные к меру. Да, куда их вставить? Да, последнее. Давай еще раз, последнее. Продолжение следует... Продолжение следует...